Изучено в настоящем федеральном заседании материал по уголовному делу пояснений принимающих участия и исполняющих следователь пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для отмены 22 ноября 2023 года в отношении обвиняемого в близком мере пресечения в виде заключения по стражу. Как установлен в близком мере в совершении особо тяжкого преступления, связанного с реализацией своих должностных полномочий депутата в законодательном собрании Красноярского края, через чем может оказать воздействие на лица, являющиеся свидетелями по уголовному делу, а также тех лиц, которые располагают информацией о его противоправной деятельности, также иным образом воспрепятствует установление по уголовному делу, имеющее значение объективных обстоятельств. До одной стороны, защиту о необоснованности предъявленного близкого обвинения, основанных как на неверном толковании уголовного закона или на активно прорывах актов регламентирующих деятельность органов власти, не доставляет так интерпретации исключительно необъективной оценки собранных к настоящему моменту доказательств по уголовному делу исключительно в интересах близкого. По, в свою очередь, постановление от 1 января 2023 года при лечении близкого в качестве обвиняемого по уголовному делу, основанного на собранных по уголовному делу доказательствах их объективной оценки, является законным. Также не является надуманным довод следователя возможностей близкого, не находящегося под стражей, с учетом материального положения и угрозы, быть осуждены по решению свободного длительного строя, скрыться от правоохранительных органов, в том числе за пределами Российской Федерации. По данным же причинам не усматриваются основания для изменения близкого меры пресечения на иную, более мягкую. Говоря о социально сдерживающих факторах, которые явлены стороной защиты, они все были установлены в рамках уголовного дела. Также было установлено, что они не явились препятствием для совершения близкого тех действий, которые ему в настоящий момент инкриминируются. В связи с чем не могут являться основания для изменения меры пресечения на иную. А по уголовному делу проведен значительный объем следственных действий и процессуальных мероприятий в Валаките, вопреки должной стороны защиты при его расследовании не допущено. Выполнен, опять же повторюсь, значительный объем следственных действий, о чем следователь подробно изложил в своем постановлении, но опять же в рамках, с учетом соблюдения тайны следствия, я полагаю, что разумный срок уголовного суда производства при расследовании не допущено. Учитывая вышеизложное, прошу заявленное следовательное хозяйство удовлетворить и продлить срок содержания крестового по страже в 2-5 месяцев.